Юрий Кантаев водитель с пятилетним стажем. Семейный автопарк в зиме, признается мужчина, подготавливает еще в ноябре. Проверяет исправность тормозной системы, меняет моторное масло, заливает незамерзайку. Обязательно в чек-листе и балансировка новой зимней резины. Чтобы шины хорошо сели на диск и безопасность вождения была на высшем уровне. Из подготовки не осталось ничего. У меня в принципе две машины, все жидкости поменены, аккумуляторы заряжены, поэтому танки в полной боевой готовности. Важный параметр – остаточная высота протектора. Она должна быть не менее 4 мм. Резина с большим износом запрещена. Это опасно на дороге. Управление автомобилем может выйти из-под контроля. Замена шин – комплексная услуга. В нее входит разборка, сборка, балансировка. По времени займет не больше часа. Стоимость около 40 рублей. Специалисты рекомендуют дополнительно зашиповать резину. Одна покрышка обойдется в 25 рублей. Здесь же можно исправить дефекты на дисках. Цена на услугу варьируется от 7 до 20 рублей. Поездку в автосервис откладывать на потом не стоит. Последние дни ноября – самая горячая пора. В среднем где-то в день перебывается минимум машин 15. Поэтому затягивать до последнего нельзя, потому что выпадет снег, как у нас, как правило. Все вспоминают, когда только видят снег. До начала календарной зимы всего неделя. Первый снег застал автомобилистов врасплох. Накануне зарегистрированы десятки аварий по всей стране. Утро тоже началось с трагичных новостей. На 183-м километре дороги Минск-Могилев погиб 53-летний водитель трактора. В него врезался попутно движущийся Ситроэн. Сельхозмашина перевернулась. Мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудники ГАИ призывают быть предельно осорожными за рулем, учитывать обстановку на дороге и погодные условия. Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям перед началом движения очистить свои транспортные средства от снега, наледи, проверить работу отопительного оборудования автомобиля, исправность аккумуляторной батареи. Инспекторы ДПС напомнят водителям о необходимости перейти на зимние шины. 25 ноября в Беларуси стартует республиканская профилактическая акция. А уже с 1 декабря госавтоинспекция начнет проводить рейды. Нарушители заплатят рублем. Стоит помнить, даже малейшая неисправность машины при движении по скользкой дороге или в момент выпадения обильных осадков может привести к непоправимым последствиям.